Вечерний РБК с Яном Мелкумовым Поступил по ЕГЭ Олимпиаду не выиграл Но Олимпиады вариант для талантливых школьников Поступить в отличный ВУЗ Но к ним готовят на должном уровне Не так много школ и колледжей в стране То есть с одной стороны Но с другой стороны Ну Алексей в общем Тут да действительно Куда ни кинь в чуду проблемы Так Добрый вечер Не смогла поступить в аспирантуру в СПБ В Санкт-Петербургский СПБ ГАСУ Я не знаю что такое ГАСУ Ну наверное люди которые там живут представляют себе что это Сдала на 95 баллов экзамен Но все субъективно У всех поступающих были баллы за личные достижения Даже со 100 баллами Невозможно было поступить Так как баллы плюсуются 130 и так далее При этом слушала ответы конкурентов по ЗУМу Очень плоско и нет глубины знаний Ну вот так вот Ну наш постоянный слушатель Станислав Из Пятигорска Как бы философически замечает Да в 93 году было проще Намного проще Мои искренние сопереживания Современным выпускникам И дальше дополняет Это следующим Общим соображением Вообще по поводу системы высшего образования К сожалению наши дипломы Не ликвидны за границей Мне чтобы подтвердить свое высшее Фармацевтическое Нужно считать заново переучиваться Лучше уж сразу получать мультидиплом Ну в общем вот Такие вот Разные мнения у нас И если подытоживать То ощущение что Олимпиады вещь конечно полезная и нужная Но возможно требует Более серьезного контроля За их проведением И может быть Необходимо было бы вводить какие-то квоты Для олимпиадников И для ЕГЭшников Ну это мое сугубо субъективное мнение В общем ясно что Проблема существует Легкого решения Как у всякой сложной проблемы Скорее всего нет Ну хорошо А мы тем временем Перейдем ко второй нашей теме И напомню что Наша вторая тема На второй половине часа И на телерадиомост Который у нас будет 53 минуты Это Афганистан Повторю еще раз Что Афганистан в свое время Назвали Литиевой Саудовской Аравией Через пару минут Объясню почему Вопрос Действительно ли У этой страны Такое роскошное будущее В качестве поставщика Минеральных ресурсов На мировой рынок И кто может претендовать На роль главного разработчика Ну и в каком-то смысле Главного бенефициара От такого рода разработки И вопрос Который я хочу задать Нашим слушателям Звучит следующим образом Стоит ли Какому-либо Российскому инвестору Ну вероятно С государственным участием И государственной поддержкой Пытаться Начать разрабатывать Проекты добычи Минеральных ресурсов В Афганистане Или же Пусть это пробуют Китайцы делать Ну почему Речь идет Про минеральные ресурсы Да Сразу же напомню Пишите нам Свои сообщения Плюс 7903 7976333 И телефон прямого эфира У нас по-прежнему 495 730 8901 Так что звоните И пишите Еще раз повторю вопрос Стоит ли Какому-либо Российскому инвестору Ну вероятно Государственной компании Или компании С государственным участием И наверняка С государственной поддержкой Пытаться начинать Разрабатывать Проекты добычи Минеральных ресурсов В Афганистане Или же Пусть это пробуют Китайцы Ну почему Речь идет Про минеральные ресурсы И почему Речь идет Про китайцев Ну во-первых Смена власти В Афганистане Как сейчас многие Начинают на эту тему писать Издание Причем И в мире И в Европе И в Америке И в Азии Кстати сказать Очень активно Ну и у нас Отчасти тоже Так вот Смена власти В Афганистане Может открыть Китаю Доступ К крупнейшим В мире Запасам Стратегически Важного сырья Лития На триллион долларов Но все Не так просто Значит Экономические Последствия Смены власти В Афганистане По мере развития Зеленой экономики В мире Все более Становятся Важными Такой металл Как литий Он необходим Для электрических Батарей И в свое время Было обнаружено Что в Афганистане Огромные запасы Лития Причем Почти все Публикации Последних дней О ресурсах Афганистана А их появилось Очень много После того Как стало ясно Что власть Уже переменилась Почти все Публикации Ссылаются На статью 2010 В Нью-Йорк Таймс А статья Говорится о том Что Пентагон В свое время Оценил Минеральные запасы В стране На 1 триллион долларов И назвал Ее перспективу Что это Литиевая Саудовская Аравия Откуда Собственно говоря Взялась Эта фраза Ну на самом деле Как уточняет Издание The Bell Российское издание Эта история Берет свои истоки В материалах Советской Геологоразведки 1980-х годов То есть Времен Советской оккупации Афганистана Когда там Действовала Активно Так сказать И геологическая Разведка Тоже Не только военная Разведка Но и геологическая Разведка Эти материалы Материалы оставались В афганских архивах И в 2004 году В афганских архивах Эти материалы Кто-то из Американских Экспертов Раскопал Передал их Геологическую Службу США И опираясь на них Сначала геологическая Служба США А потом группа Пентагона По бизнес-проектам На подконтрольных Территориях Провели исследования И составили Тот самый отчет Который цитирует New York Times В 2010 году Вот самая Большая находка Которую Обнаружили В архивах Ну а соответственно До этого Обнаружили Советские геологи Это по всей видимости Ну с известной Долей вероятности Во всяком случае Крупнейшие в мире Запасы лития В содовых Солончаках Газни И в соседних провинциях Не исключено Что они даже Больше запасов Боливии Которая считается Мировым лидером Кроме того Подтверждены Огромные запасы Качественных Железных руд Больше 2 миллиардов тонн Меди 60 миллионов тонн Это больше половины Российских запасов Кобальта Это магниты Спецславы Необия Суперконденсаторы Сверхпроводники И разнообразных Редкоземельных металлов И все перечисленные Имеют ключевое значение Для современной Мировой экономики Но Как пишет Тоджи Забел Главная проблема В том Что недобытый Литий Или медь Это не более Чем глинистый Рассол И щебень Соответственно А на пути К богатствам Афганистана Слишком много Препятствий Начиная от полного Отсутствия Инфраструктуры Инвестиционных рисков И заканчивая Совершенно дикой Коррупцией Государства И племенным Характером Общества Ну вот В частности Указывается На то что Значит В Сингапуре Экономист Рафаэло Пантуччи В Сингапурском Научном центре Работает Он вспоминает Что еще теракты 11 сентября 2001 года Заставили Министр природных Ресурсов Талибана Который тогда Правил в Афганистане На переговорах С китайской Делегацией в Кабуле Китай никогда Не портил отношения Ни с одним Афганским правительством В том числе И с талибами Но до сих пор Все китайские проекты В стране Оканчивались неудачами И Ему уже больше Двух десятилетий А крупнейший Инвестиционный проект Китайских госкомпаний В Афганистане Двухтысячных Это в 2007 году Было начато Освоение Богатейшего участка Медной руды Мес Айнзак Айнак Прошу прощения Это иллюстрация Того чем рискует В Афганистане Даже очень мощный Инвестор с государственной Поддержкой Предполагалось Что это Месторождение Даст товарную Продукцию На 350 миллионов Долларов в год Уже через 5 лет Разработка До сих пор Не началась С седьмого года Среди прочего Оказалось Что министр Природных ресурсов Афганистана Вытребовал У китайцев Взятку В 30 миллионов Долларов За разрешение Работать в местности Полностью Контролируемой Талибами В общем Картина Как Китай Начинает Выкачивать Природные ресурсы Из Афганистана Она выглядит Очень такой Выигрышной Для средств Массовой информации Многие об этом пишут Однако К сожалению Все не так Уж сильно просто И вот На данный момент Самый большой Самый Мощный проект Между Китаем И Кабулом И Афганистаном Это Создание Воздушного коридора Для экспорта В Китай Кедровых орешков Из Афганистана В общем Вот такая вот Картина Мы сейчас Свяжемся С нашим Экспертом А да Еще пока Не связались Значит А я Тем временем Попытаюсь Так вот Нам уже Нам уже Пишут На эту тему Евгений Кабрини Пишет Ну конечно же Вкладываться стоит Мы же любим Вкладывать деньги Граждан Добрых и честных Зарубежных партнеров Прямо как те Что сейчас террористы Но адекватные люди Ну да Действительно Я напомню Что по-моему Российский посол В Кабуле Сказал что Прагматичные люди Со здравым Хорошим подходом Но как Вложить Продолжаю читать Сообщение Кабрини Ну как Вложились В нефтедобычу Венесуэлы Например С гигантским Убытком Но партнеру Жи приятно Я напомню Только еще раз У нас уже есть На связи Наш эксперт Только сначала Все-таки Напомню еще раз Наш вопрос И телефон Стоит ли Какому-либо Российскому инвестору Вероятно С государственным Участием И государственной Жи поддержкой Пытаться начать Разрабатывать Проекты добычи Минеральных ресурсов В Афганистане Или пусть Это пробуют Китайцы Пишите нам Сообщение На плюс Семь девятьсот Три Семь девять Семь шесть Три Три Ну а мы Выходим на связь С моим Собеседником Это Елена Владимировна Супонина Это востоковед И политолог В первую очередь Елена Владимировна Слышите ли вы нас Да Добрый день Добрый день Добрый вечер Да Будем надеяться Что он добрый Несмотря на грозу И страшный дождь Елена Владимировна Ну вы слышали Последние там Полторы минуты Наверное И собственно тот вопрос Который Который я пытаюсь Так сказать Задать нашим слушателям И зрителям тоже Они на него пытаются Отвечать В довольно юмористическом Или сатирическом духе Вот Афганистан Как многие горные страны Богат минеральными ресурсами Что вполне понятно На ваш взгляд Ну такой дурацкий вопрос Вот до сих пор же Они толком не разрабатывались Для этого есть какая-то конкретная Может быть не одна А несколько причин Почему При огромных богатствах Минеральный ресурс Почему Афганистан Не является таким же мощным Скажем экспортером меди Как Чили Или там других минералов Там как Боливия Которые Ну Чили Более развитая страна Боливия Тоже то что называется Landlocked country Не имеющая выхода к морю И тоже достаточно бедная Но из Боливии Достаточно много всего экспортируется Из Афганистана Насколько я знаю По минимуму Или я ошибаюсь Афганистан Это вся таблица Менделеева Это не преувеличение И наверное Афганистан Вполне мог бы Обойти и Чили По производству меди Если бы В этой стране Не было войны А война Там уже длится Последние Как минимум 30-40 лет Мне кажется Уже веками И в ближайшее время По моей оценке Все таки Не прекратится И это Самый главный фактор Который Отпугивает Инвесторов В Афганистан Складываться Очень опасно Кто бы сейчас Что не говорил По поводу того Что талибы Попытаются Создать Некое подобие Правительства Диалога Но широкой коалиции У них не получится В любом случае Они сейчас пытаются Создать малую коалицию Чтобы продемонстрировать Западу В том числе Который они ненавидят И Китаю В первую очередь Что в стране Может быть безопасно И давайте Ваши денежки Ребята Вкладывайтесь Разрабатывайте Месторождения В Афганистане Есть очень крупное Месторождение Руды Айнак Очень известное И что обидно Что обидно Что наши Геологи Это все Изучали Составляли Карты Исследовали Но поскольку Наши войска Вышли То уже У наших специалистов До этого руки Не дошли К тому же У нас были Свои перемены Развалился Советский Союз И В общем Нам уже было Не до Афганистана Понятно Елена Владимировна Ну вот Смотрите Я прицеплюсь Так сказать К вашей фразе Действительно В Афганистане Идет война С переменным Так сказать Не с переменным Успехом А с перемежутками Разными Еще там С 18-19 века С англичанами Было Только с ними Было По-моему Четыре войны Но тем не менее Вот с 2001 года Когда собственно Было вторжение В войск Королиции В Афганистан Который изгнал От талибов И до этого года До недавнего времени Там было Относительно Спокойно Слово Относительно Наверное Здесь ключевое Почему за 20 лет Никто То есть все посчитали Все потенциальные инвесторы Все-таки посчитали Риски Слишком высокими Или Или что-то другое Было виноват У нас 2-3 минуты Примерно Потому что на самом деле Внутренний конфликт В Афганистане Так и не прекращался И на то же Месторождение Айнака Засматривались Очень многие Инвесторы До китайцев Туда пытались Прийти Немцы Пытались Прийти Британские Банки Вместе с немцами Бельгийцы Смотрели Южноафриканцы Изучали В результате Там было подобие Некого тендера Выиграли Китайцы Но китайцы Очень завысили Цены И такое ощущение Что Ну какую-то Дикую сумму Они пообещали Афганцам Те конечно Мило согласились Но до конкретных дел Не дошло Потому что Внутренние конфликты Они все равно Продолжены Хорошо Я понял Елена Владимировна Вот По-другому Давайте посмотрим на это На ваш взгляд В какой степени Талибы вообще Заинтересованы В приходе Иностранных инвестиций Не в том смысле Что они не откажутся От денег Понятно Что от денег Они не откажутся Но вы совершенно Справедливо сказали Что талибы Мягко говоря Весьма неодобрительно Относятся к западу И я не знаю Как они относятся К китайцам Но вообще Ко всем неафганским Пришельцам Они относятся Неодобрительно Они будут готовы Создавать какие-то Особые условия Для иностранных инвестиций Или это только разговоры Как вы полагаете Есть некоторые данные О том Что на своих встречах С китайцами Талибы Обещали им Сотрудничество Причем Китайцы Обещали им Взамен все те же деньги Инвестиции Причем Китайцы Когда Павшему правительству Афганистана Обещали Вложиться В то же Менно-народный Месторождение То Они еще Обещали Инфраструктуру Вокруг Строительство Железной дороги Там еще чего-то Теплоэлектростанции И так далее То же самое Они сейчас Обещают Талибам Ну а почему бы Нет Конечно Талибы не против Не против И китайцы Для них предпочтительнее Вот я как раз Хотел спросить Да Есть ли какие-то Предпочтения В плане страны То есть китайцы Более предпочтительны Чем Ну само собой Чем американцы Но даже чем Европейцы Да Правильно Американцы вообще Неприемлемы Европейцы Тоже присутствовали В составе Сил НАТО В Афганистане А Россия В данном случае В общем В России Более-менее В общем Какой-то Ненависти Сейчас нет То что было В советские времена Это уже забыто И наоборот Афганцы Даже сейчас Хвалят Русских И советских Говорят Что лучше Относились К местному Населению Нежели Американцы И лучше Воевали То есть Но Опять-таки Готовы ли Наши инвесторы Предложить Те же условия Что китайцы Это большой вопрос Теплоэлектростанции Железных дорог Других дорог А без этого Естественно Ничего не возможно И китай Понятно Но без этого Невозможно Ничего сделать Понятно Но пока Афганцы им верят Несмотря на то Что с седьмого года Идут переговоры По этому Месторождению И ничего не сделано Ну хорошо К сожалению Нам приходится Заканчивать Потому что нам Пора уходить На рекламную паузу Напомню Это была Елена Владимировна Супунина Большое вам спасибо Востоковед И политолог Мы вернемся Через несколько минут Не очень Затянул Черненько А ничего Нормально Ну смотрите У нас 51 минута Запускается Автоматом Реклама А То есть как раз С собеседниками С собеседниками Ну по крайней мере Мы успели Ну слава богу Нет Я просто с 50 Уже начинаю дергаться В смысле С 50 минут Да Потихоньку Выхожу Надо как бы Заправлять Наталья Так Знаменитая пицца 22 см А также Новые поступления Со скрытами До 70% Мои любимые Бранды Polar Rats Warren Furla Sumauke Dwar Rite И многие другие Outlet Village Белая дача Новый француз Шоссе 8 Эй Авиапарк Мюзик Тей Это Бэкстейдж Фэшн Макет Гастрономическая программа Обеды на лужайке А также Kids Nox И Дегоблэнди Структура На сцене Уже 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 Реклама Северного Дождя Реклама Собака Silver.ru Окончено Салибам Есть о чем волноваться Потому что Помимо представителей Прежнего правительства Афганистана Есть и другие Вооруженные Группировки В этой стране Которые Не воспринимают Власть Талибов Да Сейчас Под Стремительным Натиском Талибов И Почти Паническим Уходом Американцев Эти группировки Затаились В горных условиях Воевать Конечно Талибы Умеют Если Вести речь О Боевых Отрядах Вице-президента Бывшего Афганистана Но Все равно Там Можно Очень Еще раз Добрый вечер И мы Плавно Подходим К нашему Телерадиомосту Со студии РБК Где сейчас Находятся Мои коллеги Через Несколько Секунд Мы С ними Свяжемся А Так А вот Уже Собственно Мы И связываемся В студии Серебряного Дождя В программе Вечерний РБК И прямо Сейчас Выходит С нами На прямую Связь Да Добрый день Добрый вечер Аня Не вижу Вас Наслышу Хорошо А вы Меня Ян Яныч Приветствуем Вас Приветствуем Слушателей Серебряного Дождя Что они Думают Стоит ли Какому-то Российскому Инвестору Пытаться Добраться До Афганских Месторождений Или Сразу Отдать Безбоя Возможность Китаю Ну Знаете Мнение У нас Скажем Так В одну Сторону Больше Чем В другую Ну Начну С первого Там Написал Это тоже Наш Постоянный Слушатель Евгений Кабрини Из Москвы Он В таком Юмористическо-сатирическом Духе Высказался Но Конечно же Вкладываться Стоит Мы же Любим Вкладывать Деньги Граждан В добрых И честных Зарубежных Партнеров Прямо Как Те Что сейчас Террористы Но Адекватные Люди Ну Как Владежились В действии Добычу Венесуэлу Например С гигантским Убытком Но Партнеру Приятно Вот Человек Не подпис А нет По-моему Подписавшийся Игорь Если я не ошибаюсь Коррупция Это единственный Реальный инструмент Для Нет Он начинается Не отсюда Прошу прощения Туркменистан На четвертом месте По запасам газа В мире Российского присутствия Там нет Да и вообще Инвестиционный климат Там нулевой Это при той Интересной Демократии Которая там есть Так вот При том что в Афганистане Новая демократия При которой вряд ли Что-то получится В плане уверенных инвестиций Коррупция Остается единственным Реальным инструментом Для продвижения Компаний Что в Афганистане Что в Туркмении Это вот мнение Игоря Ну вот Леонид из Пятигорска Написал С некоторым Так сказать Удивленным Подниманием бровей Впервые от вас Услышал про литие В Афганистане Но теперь для меня Все сложилось Все ясно Эра аккумуляторов Впереди Так А Дмитрий Пишет в таком Грустном ключе Может быть и хотели бы Вложиться Ума уже не хватит Геологоразведки Ведь нормальной нет Внутри страны Трудно извлекаемые места Недоступных технологий Недоступной технологий Нет своих А Китай Не Америка Вкладывать в развитие Инфраструктуры Не будут Просто выкачают ресурсы И все Как наш лес и рыбу Это уже мнение Станислава Из Пятигорска Тоже нашего постоянного слушателя Вот такие вот мнения В общем в основном Как вы понимаете Достаточно скептические И склоняющиеся К тому что Не нужно Никуда соваться И тратить деньги Понапрасну Ну а что у вас Аня Мы задались вопросом Какие экономические проекты Могут быть в принципе Выгодны России В Афганистане Мнение кандидата Экономических наук Председателя совета Директоров Транспроектгрупп Виталия Максимова Оставив вопрос Политическим признанием С экономической точки зрения На мой взгляд Конечно крайне важны Вопросы Связанные с инфраструктурным Развитием этой страны И наше участие в нем Мы традиционно Занимаемся Вопросом Связанным С железными дорогами С атомной энергетикой На мой взгляд Этого точно недостаточно Потому что вопрос Связан Допустим С развитием Различного рода IT-компаний С различным Различного рода Транспортной инфраструктуры Социальной инфраструктуры Инженерной инфраструктуры Для любой страны Которая является Критически важной Для ее экономического Социального развития И здесь наши компании Вполне могли бы Принимать участие Ян Янович Спасибо за включение Программа Вечерний РБК На серебряном дожде По будням Шести часов вечера Ну что же Мы собственно говоря Приближаемся К завершению нашей программы У нас осталось Примерно две минуты Немножко меньше Так Пишут ли нам еще что-либо Так Пишут Пишут Я с рождения Жил в Киргизии До 30 лет И работал на угольной шахте Хочу сказать Нафиг Афганистан В Киргизии Очень много залежей Очень ценных ресурсов Бесчетное количество Замороженных шахт Это и полупроводники Кремний При СССР Там строился огромный завод Даже уран Золото Цветмет И так далее Нафиг Афган Если нашему правительству Не хватает мозгов Так Тигр обычно проглатывает Маленьких собачек Так что боя не будет Пишет нам Станислав Из Пятигорска Это к вопросу о том Будет ли конкуренция Между Китаем и Россией В Афганистане Ну а я в завершение У нас Примерно минуты еще осталось Скажу про Самый Так сказать Успешный бизнес Талибов По разным оценкам Которые приводит Вашингтонский центр По международным отношениям Движение Талибан Ежегодно зарабатывает От 300 миллионов До полутора миллиардов Долларов На деятельности В криминальных сферах Это в первую очередь Выращивание опиумного мака И наркоторговли Поборах с коммерческой деятельностью На подконтрольных территориях Нелегальных переводах Из-за рубежа И так далее По данным ООН За последние годы Талибан зарабатывал Около 460 миллионов долларов На добычу полезных ископаемых А незаконная торговля Наркотиками Также является основным Источником дохода Талибана Около 90% героина В мире По оценкам поступает Из долины реки Гельмент Оплота талибов На юге Афганистана Это данные ООН Ну в общем Вот не знаю При таких доходах Нужно ли Талибану Иностранные инвестиции И нужно ли ему Допускать на свою территорию Так сказать Неверных Будь то из Китая Или из России Или из какой-либо другой страны На этом заканчиваем Вы слушали вечерний РБК Спасибо всем тем Кто нам писал Спасибо кто нас слушал Встретимся завтра В то же время Серебряный дождь Сто ровно И одна десятая ФМ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok